Стресс 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 же влюбляться. В общем, делать все, дабы зритель был прикован к экрану на время показа всего сериала. Многие, конечно, начнут говорить, что школа мертвецов не сильно страшная, да и более на боевик смахивает. Но тогда ответьте на такой вопрос. Девятый номер груди у школьницы. Это ли не вселенский ужас? Снимала данный аниме-сериал и овашку студия Мэтхаус, а режиссировал Араки Тетсуро. Девятое место получает «Когда плачут цикады» за то, что является представителем классического кантри-хоррора в лучших его традициях. Тихая деревенька, новый житель, милашки-школьницы, казалось бы, рай на земле. Но, увы и ах, все далеко не так. За фасадом безмятежной деревенской идиллии скрывается темная история зверских убийств и бесследных исчезновений. А под покровом благостной тиши действуют какие-то ужасные силы. Уже стало страшно? Нет? Ну тогда пересмотрите опа сезона и три овы. Бледный вид и мокрые штанишки вам гарантированы. Снимало все это деревенское зло. Студия 1. Орежиссировал Кон Тиаки. Восьмое место занимает Шики. Сериал снова затянет нас в японскую глухомань. А если говорить точнее, в горное поселение Сотоба. Аниме переносит зрителей в самый разгар летнего зноя, прям как у нас сейчас. Поведает про череду таинственных смертей, зловещий особняк и еще кучу всякой ереси. Запутанные мистические события, множество разношерстной нечисти и многое другое будут щекотать вам нервы на протяжении всех 22 эпизодов. Запугать зрителей пыталась студия Доуму, а руководил всем действом Амино Те Цуро. Седьмое место отдано сериалу Иная за самое большое скопление аниме-штампов. Сюжет довольно прост и развивается вокруг Аяша по имени Коити. Бедняга и так нахлебался от жизни, что кажется хуже уже быть не может. Однако к проблемам житейским парню на голову сваливается еще и неупокоенный дух школьницы, сгорающий от желания сбагрить свои проблемы бедному парню. В целом, сериал можно поделить на три куска. Мистическая завязка, мистический детектив и черт знает что в конце. Короче, все в лучших традициях фильма ужасов. Снимала сериал студия B.A.Works, а режиссером был Мизусима Цутому. Шестое место получила вечеринка мертвых «Плач замученных душ» за соблюдение всех традиций олдскульных аниме-хорроров. Сюжет почти ничем не отличается от подобных ему историй с кровожадными призраками. Имеется некая загадка прошлого, неудачный ритуал и куча трупов. Вам что, мало? Ну и ладно. Мясо, расчлененка и прочие прелести ужастиков будут тогда для вас бонусом. К аниме также предлагается куча компьютерных игр. Уже, конечно, староватых, но зато каких. Экранизировала данное изначально игровое безумие студия Asrit под чутким руководством Иванага Акира. Ну а мы подобрались ко второй половине нашего хит-парада. Теперь бояться придется еще сильнее. Так что лучше спрячьтесь под одеяло от греха подальше. Пятое место «И дьявол может плакать» получает как лучшая хоррор-экранизация видеоигры. Кто же не любит Данте? Правильно, все любят. Кроме тех, кто вообще не играл в игру, ну или, по крайней мере, в хорошее. Знаменитый сынишка архидемона Спарды и в аниме продолжает крушить папашкиных сородичей, помогать ближним, вести почти бомжовское существование и терпеть орду назойливых барышень. Сериал не просто представляет из себя банальную резонину, а и наполнен философскими идеями или размышлениями о добре и зле. Так что если вы еще не успели его посмотреть, сделайте это обязательно. Занималась экранизацией студия Мэтт Хаус, а режиссировал и Тагаки Син. Четвертое место занял Василиск. За попытку хоть как-то окунуть нас в историю Японии. Итак, что мы тут умеем? Два клана ниндзя, 20 самураев, реки крови, влюбленную парочку и тьму различной фольклорной нечисти. В итоге получаем вполне неплохой мистический боевик. Ужастик с достаточно хорошо переданной атмосферой японского средневековья, отличной музыкой и хорошей рисовкой. Жаль только, что немного затянутый. Сняла аниме студия Гонза, а режиссировал Кидзаки Фуминори. Переходим к тройке лидеров. И по какой-то злой воле у нас тут одни клыкастые. Третье место и бронзовый пьедестал делят ветераны аниме-индустрии. Ди. Охотник на вампиров и Ди. Жажда крови. Ни одно поколение поклонников аниме выросло на приключениях жутковатого Данпира с занудной мордой на руке. Сами же истории совершенно разные. Первая рассказывает о борьбе с этаким японским графом Дракулой. А вторая о бесстрашных охотниках на вампиров, которые ведут войну с вампирами за выживание человеческой расы. Аниме наполнено философией, довольно содержательным сюжетом и, как все олдскул аниме, качественной ручной рисовкой. Снимали фильмы студии Аси и Мэтхаус. Соответственно, режиссировали Асида Тойо и Кавадзири Йосиаки. Второе место и серебро получает аниме Блад Си за самую юную истребительницу нечисти в аниме ужастиков. Как и положено в каноне, главная героиня по имени Сая будет неустанно бороться с демонами и другими силами зла. А большинство внешне безобидных персонажей, окружающих главную героиню, будут ей в этом активно помогать. Так ли это на самом деле, можно узнать, только посмотрев все аниме от студии Clump и Production IG, режиссировал которое Мизусима Цутоку. А мы тем временем подобрались к вершине нашего хит-парада. Первое золотое место заняла самая вампирская из всех ОВА – Хелсинг. Более крутой и в то же время жуткий сюжет представить практически невозможно. Орды вампиров, вервольфов, гулей и нацистов желают поработить весь мир, а противостоять им может только мелкая кучка смельчаков. Долбанутый на всю голову Алукард с девизом «Всех порву, один останусь!» и что самое страшное, ему это удается. Интегра – сексапильная бабенка, которая ввиду отсутствия мужика бегает с саблей и всех рубит. И фансервисная Виктория со здоровенной снайперской винтовкой. Выдержанный стиль, наполненность действиями и четко выраженная сюжетная линия дает полное право называться лучшим мистическим ужасом топ-десятки. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий хит-парад. Оставляйте комментарии. Все аниме, перечисленные в рейтинге, вы сможете скачать на нашем трекере animania.com. А обзоры новинок сезона смотрите на канале Плей. Все ссылки в описании. До новых встреч и приятных кошмарек. Субтитры создавал DimaTorzok